В Твери обсудили вопросы, связанные с постковидной диспансеризацией и реабилитацией населения. Круглый стол прошел в стенах штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». В числе участников были советник-губернатор Тверской области Наталья Соколова, руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова и представители ведущих медицинских учреждений Верхневолжья. Сегодня на территории страны реализуется масштабная федеральная программа «Углубленный медицинской диспансеризацией и реабилитацией населения». Она была разработана по поручению президента страны Владимира Путина. В ее рамках пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения от коронавируса. Особенно это важно для тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме. У многих уже после выздоровления ухудшилось самочувствие, обострились хронические заболевания. Почему это важно? Потому что нужно взять на диспансерный контроль данных пациентов и также еще выявить плац пациентов, которые имеют данные заболевания, имеют данные риски. В ходе круглого стола участники обсудили ход реализации программы на территории Тверской области. Так, углубленная диспансеризация должна проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований. Это общие биохимические анализы крови. Измерение насыщения крови кислородом, сатурация, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ на определение концентрации дидимера в крови, помогающей выявлять признаки тромбообразования. Все эти обследования можно будет пройти за один день. По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний. И при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования. Эхокардиография, КТ легких и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей. В ходе круглого стола собравшиеся выделили одну из ключевых задач в этой работе. Сделать углубленную диспансеризацию доступной для жителей отдаленных территорий. Для этого сегодня в Тверской области создаются мобильные бригады специалистов для выездов в районы региона, для обеспечения помощи в проведении углубленной диспансеризации. Перед специалистами мобильных бригад мы ставим другие задачи. То есть непосредственно проводить диспансеризацию, консультировать по последствиям коронавирусной инфекции, отбирать пациентов на дальнейшее лечение, направлять их уже в специализированные областные учреждения на третий уровень. Но отбор этот должен проходить там, на местах, чтобы убрать вот эту удаленность, транспортную вот эту зависимость. Также участники «Круглого стола» обсудили возможность участия студентов и волонтеров в проведении углубленной диспансеризации населения. Нагрузка на врачей сейчас в условиях пандемии и так большая, и никакая помощь не будет в данном вопросе лишней. Программа углубленной диспансеризации, реабилитации наших жителей после перенесения этой сложнейшей болезни, это в том числе задача такой настройки, дополнительной модернизации, то есть появление каких-то новых организационных форм работы для наших уважаемых медицинских учреждений, наших медицинских сотрудников. В ходе «Круглого стола» было принято решение о готовности формирования мобильных бригад врачей областных медицинских центров и врачей федеральных медицинских центров для выездов в муниципалитеты области на прием граждан по спискам ТФОМС и об обращении к губернатору Тверской области с предложением помощи районным больницам в реализации программы постковидной диспансеризации и реабилитации.